Уважаемые друзья, приветствую вас, и в этом видео хочу поговорить с вами об экспертности. Э – это экспертность. Экспертность – это важнейший компонент успешных продаж. Это один из трех компонентов, которые позволяют установить с клиентом доверие. А доверие – это, собственно, ключ к продажам. В продажах очень важно продавать статус эксперта. Понятно, что вы должны быть экспертом, но иногда статус нужно продать. То есть клиент должен понять, что вы действительно эксперт. И от вашего поведения, от вашего поведения по телефону, при встрече, от ваших фраз и еще некоторых факторов, которые мы сейчас разберем, будет зависеть, увидит клиент в вас эксперта или нет. Если вы эксперт, а клиент этого не увидит, толку от этой экспертности очень мало. Он, скорее всего, купит у другого. Для меня эта тема наболевшая во многом, потому что я часто сталкивался с тем, что в силу моего возраста в определенные жизненные периоды клиенты просто говорили, а сколько вам лет, что вы нам продаете обучение, консалтинг или просто, что вы пришли на встречу. В 23 года я стал руководителем отдела продаж в крупном банке. Я встречался с первыми лицами компаний. И, естественно, у них был вопрос, что за мальчик пришел на встречу. Некоторые клиенты говорили прямо это, да, молодой человек. Сколько вам лет? А некоторые, ну, как бы всем своим видом показывали, что у них в голове этот вопрос есть. С аналогичными проблемами я сталкивался и во время консалтинговых услуг, потому что у многих клиентов есть такой менталитет, чему этот человек может научить, что он может продать, если ему еще не 50 лет, у него нет седых висков, как бы смысла нет с ним общаться, он не эксперт. Поэтому очень важно, критически важно показывать, что вы в теме, что вы разбираетесь, и тогда клиенты будут у вас покупать. Я выработал для себя некоторую систему, которая позволяет это сделать. И, естественно, если вы будете следовать всем вот этим рекомендациям, вы легко покажете клиенту, что вы эксперт в определенной области. Первый совет для повышения экспертности – изучите свой рынок, свой рынок, на котором вы работаете. Я не знаю, какой именно товар или услугу вы продаете, но вы должны знать, что происходит на рынке, какие тенденции, что предлагают ваши конкуренты, какие там условия, какие там фишки и так далее. Вы должны реально быть в теме. Когда я активно продавал банковские услуги, я был в теме, какие банки что предлагают, какие условия, какие сроки рассмотрения заявок и так далее. То есть вы в своей нише должны быть, как рыба в воде, должны все знать. Не только про свой продукт, но и про конкурентов, про аналогичные решения на рынке. Это очень важно. Часто мы знаем про свой продукт, а про конкурентов мы не можем сказать. А некоторые клиенты у меня вообще говорят, что у меня нет конкурентов. Ну, странно, как минимум странно. Возможно, мы их просто не знаем. То есть в первую очередь изучите свой рынок, и вы получите плюс один к вашей экспертности. Второй момент. Изучите отрасль, изучите типичные проблемы, которые бывают у ваших клиентов. Понятно, что лучше клиента вы в его области вряд ли будете разбираться, но это и не нужно. Вы должны понимать отрасль клиента. Что значит понимать отрасль? Что сейчас происходит в этой отрасли? Растет рынок, падает рынок? Какие типичные проблемы есть на данный момент? Когда сезон, когда не сезон? Например, если вы хотите продать сайт агентству недвижимости, и вы хотите показать свою экспертность, вы должны прийти навстречу подготовленным и понимать, Иван Иванович, сейчас у вас в недвижимости, мы знаем, что, допустим, на московском рынке спад, недвижимость в целом дешевеет. И у нас есть решение, которое поможет для этой ситуации. То есть вы демонстрируете клиенту, что вы не просто пришли только про свой сайт разговаривать, и вы здесь эксперт. Вы пришли с пониманием того, с какими проблемами сталкивается клиент. И на каждую проблему у вас есть определенные решения. Это будет еще плюс один к вашей экспертности. Третий совет по повышению вашей экспертности. Задавайте точечные вопросы, точные вопросы, и обосновывайте при необходимости, почему вы их спрашиваете. Это также работает на вас и повышает вашу экспертность. Вот сравните два варианта ведения разговора. Я, например, продаю консалтинговые услуги. Я спрашиваю, Иван Иванович, у вас есть скрипты продаж? Да, у нас есть скрипты продаж. Прекрасно, двигаемся дальше. Либо я буду по-другому строить свои вопросы. Скажу, у вас есть скрипты продаж? Есть. А скажите, как они у вас реализованы? Это бумажные скрипты, экселевские скрипты, или это автоматизированный какой-то скрипт? А какой сервис вы используете? А как вы считаете конверсию на узлах? А сколько вариантов ответа у вас предусмотрено на каждое возражение? Хорошо, Иван Иванович, понятно. А как обучали сотрудников этому скрипту? Обучали ли вообще? Или просто дали им эту бумажку, или сказали, вот, пользуйтесь. Или у вас был тренинг, или был инструктаж? Иван Иванович, я почему спрашиваю, от формата обучения зависит, как сотрудники будут использовать этот скрипт, качественно или некачественно. И это напрямую влияет на конверсию. Как вы видите, в первом случае я задал общий вопрос, получил ответ, и я не эксперт. Я просто пошел к следующему вопросу. Во втором случае я показываю, что вопросы точечные и важны все детали, все нюансы, все они влияют на конверсию. Конечно, если вы будете аналогичным образом вести диалог в своем бизнесе, вы получите плюс один к статусу эксперта. Есть один замечательный прием, который также повышает убедительность вашей речи. Это такая речевая заготовка, ссылка на нормы, на статистику, на практику. Прием очень простой. Вы, по сути, добавляете в свою речь, в свои фразы, такие слова, как Иван Иванович, по статистике, как показывает практика, как показывает опыт наших клиентов, по исследованиям, которые проходили недавно в этой области. Все вот эти речевые обороты, заготовки, можете их себе пометить, они повышают, значительно повышают убедительность вашей речи. Здесь же хорошо работают цифры, точные цифры, которые вы будете клиенту приводить. Они также показывают, что вы готовы, что вы разбираетесь в теме и повышают вашу экспертность. Еще плюс один к вашей экспертности. Пятый момент, я о нем говорил в курсе Клоузер, всегда закрывая сделку, говорите о рисках для клиента. Мне очень понравилась фраза, которую я услышал, обучаясь у Нила Рекхэма. Он сказал, сейчас в мире очень много продавцов, которые помогут клиенту выбраться из ямы, в которую он попал. То есть решить проблемы, которые клиент испытывает на данный момент. Но лишь единицы продавцов помогут клиенту не оказаться в этой яме, не столкнуться с этими проблемами. И вот такие продавцы ценятся выше всего. Это одна из мыслей, которую я раскрыл в курсе Клоузер. И когда вы общаетесь с клиентом, предупреждайте его о возможных рисках. Предупреждайте, что если он, допустим, не воспользуется каким-то решением, возможно вашим, возможно не вашим, с чем он может столкнуться. Предупреждайте о том, что выбирая определенный продукт, например, Иван Иванович, создавая сайт, сейчас важно учитывать еще тот момент, что многие заходят с мобильных телефонов. И очень важна правильная адаптация под мобильный телефон и под планшет. Если этот момент не учесть, вы будете терять 20% заявок, например. Таким образом, вы показываете клиенту, что вы в теме, вы эксперт, вы говорите о возможных рисках для этого клиента. Я думаю, что в вашем бизнесе вы сходу, а может быть, придется подумать, но вы найдете такие риски, которые нужно учитывать при принятии решения. Вы комплексно анализируете ситуацию клиента, вы ведь разбираетесь в его отрасли, и далее говорите, какие риски могут быть, как может подняться цена, например, на рынке, и так далее. Это очень важный момент, который, несомненно, добавляет вам плюс один к экспертности. И шестой момент, который также добавит вам экспертности, это подробная схема работы. Когда вы с клиентом говорите о реализации какого-то проекта, вы должны подробнейшим образом в деталях описать, как все это будет реализовано. К примеру, обратите внимание на страницу, внизу под этим видео, есть ссылка, где представлены мои бизнес-услуги. Там по каждой услуге написано, что проект состоит из стольки-то задач. Допустим, вы хотите заказать скрипт, там написано, что проект состоит из 30 задач, условно, которые мы решаем в рамках этого проекта. И когда мы начинаем работать, вы получите подробную схему, шаг за шагом, что конкретно я делаю, что делаете вы, чтобы на выходе получился скрипт продаж с высокой конверсией. Также по тренингам и по любым другим продуктам. У вас по каждому продукту должна быть некая дорожная карта со сроками, с задачами, которые будут решены. Клиент, когда видит вот эту подробную схему, он понимает, что вы тщательно подходите к работе своей, вы готовы делать вот эти выверенные действия для достижения обозначенного результата. Это, несомненно, добавляет вам еще один плюс к экспертности. Вы повышаете свой статус эксперта в глазах клиента. Таким образом, коллеги, давайте резюмируем, чтобы повысить свой статус эксперта, изучите свой рынок конкурентов, досконально тарифы и так далее. Хотя бы какую-то сводную таблицу составьте. Изучите отрасль клиента, что сейчас происходит в целом. Отрасли растет, падает, какие тенденции и проблемы клиентов. Выпишите себе их на листочек, желательно до встречи, сколько сможете. Третье. Задавайте точные вопросы. Усильте вашу речь заготовками по статистике, как показывает практика, исследование и так далее. Говорите о рисках для клиента. Руководители очень чутко к этому относятся. Это действительно очень важно. С этим не поспоришь. И шестой момент. Подготовьте схему работы. То, что вы предлагаете клиентам, детальный процесс, дорожная карта, так скажем, реализации вашей услуги либо вашего продукта. Конечно, этой неокончательной перечень, на тренингах мы рассматриваем более детальную картину, как повысить экспертность и в целом установить доверие, так как экспертность, напомню, это один из трех компонентов, которые влияют на доверие клиента. Но я надеюсь, что даже вот эти советы, перечисленные в этом видео, вам помогут повысить вашу экспертизу в глазах клиента. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением об этом видео внизу. Буду вам благодарен за комментарии. Поставьте лайк, если материал полезен. И вы хотите видеть новые видео на моем канале. Как только я увижу вашу обратную связь, опубликую доступ к следующему видео. Спасибо вам за просмотр. Продавайте красиво и легко. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok